Дарья Павленко 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 Матигор. Сегодня в сельском поселении живут около трех тысяч человек. Среди них Мария Тышова. Она много лет отработала в местном почтовом отделении. Сейчас занимается общественной работой и огородом. Как не любить Матигор. Они такие красивые. Тут такие люди у нас замечательные. Вообще красота. Красота. Даже в деревне красота. Вот ни за что не променяют деревню на город. Мне здесь все нравится. В Матигорское сельское поселение входит 56 населенных пунктов. Социальная инфраструктура проработана от и до. Современный ФАП, средняя школа и детский сад. Появляются здесь и новые жилые дома. У нас в селе очень замечательные северные люди живут. Душевные, хорошие, отзывчивые. И вот наше село, наверное, это показатель, что на севере у нас добрые, хорошие, работящие люди. Село Матигор, это, наверное, в Холмогорском районе единственное село, где у нас мы каждый год видим прирост населения. 750-летний юбилей отметили большим концертом. Местных жителей наградили грамотами и благодарностями. В числе почетных гостей – председатель областного собрания депутатов. Екатерина Прокопьева родилась в Холмогорском районе. 750 лет родному селу. Я горжусь, что мои прадеды жили на этой земле, работали, сохраняли великое наследие для нас и для тех, кто будет после нас. Вы знаете, самое важное, чтобы люди знали и верили, что в их руках наши подходы шли. В этом году в честь юбилея в селе установят стелус название «Матигоры». Из больших планов – газификация всего поселения. Дареев Графов, Мария Кузичева, Александр Угольников, Регион 29. Ожидаемое событие случилось. Этой ночью на плановый ремонт закрыли железнодорожный мост в Архангельске. Проезд автомобилей приостановлен на период с 15 по 29 июня. Могло быть и дольше, но подрядчик прообещал провести работы в максимально сжатые сроки. Какие альтернативы важному транспортному коридору есть у северян? И что делается, чтобы снизить нагрузку на дорожные артерии города? Выяснял Алексей Карельский. В сказках избушку закрывали на клюшку. В реальности – железнодорожный мост на шлагбаум. Надводный путепровод взял плановый двухнедельный больничный. В качестве процедур ему первым делом прописан ремонт деформационных швов, дабы конструкция самого северного разводного моста в мире не давала сбоев и гарантировала безопасность едущих и едущих. Для последних организованы так называемые окна, когда можно перебраться с одного берега на другой – с 6 до 9 утра, с 12 до 15 и с 17 до 20 часов. Кстати, некоторые автомобилисты уже записались в ряды пешеходов. Я машину оставила там, на том берегу. А что же делать-то? Понимаем же, что надо ремонтировать мост. Дети, слава богу, на каникулах. А я буду пешком ходить. Многие, конечно, добираются в правобережную часть Архагельска на автотранспорте, то есть через Краснофлотский мост. Он, как известно, тоже частично на ремонте. И пробка уже сегодня была внушительной. Чтобы поток машин не застаивался, там дежурят машины ДПС и эвакуатор. Кстати, еще до закрытия ЖД моста администрация Архагельска совместно с ГИБДД приняла ряд мер для снижения транспортной нагрузки на основные артерии города. Прежде всего, на проспекте Ленинградский и Московский мы закрыли левые повороты везде, чтобы не было скопления и исключить пробки. Также отремонтировали, скажем так, сделали легкий ремонт с тренингционным методом улицы Холмогорска для того, чтобы разгрузить поток с Ленинградского на дачную немножко. И таким же образом мы сделали именно увеличили количество пассажирских маршрутов. Речь, кстати, не только о традиционных автобусах, но и о рельсовых. Они не знают слова «пробка» и ходят по кратчайшему пути. Ведь ЖД мост для них открыт. Уже сегодня этим воспользовались сотни жителей Левобережья, проехав по специально введенному маршруту Исакогорка-Архангельск. 15-20 минут быстрее, чем на автобусе на обычном. Во-вторых, достаточно комфортно. Нет этой тряски по перегородной дороге. И людей пока меньше. Я думаю, что со временем их будет больше. Заплатить, правда, тоже придется побольше. Стоимость проезда от станции Исакогорка до ЖД вокзала в Англицке – 46 рублей. Но, похоже, это мало кого останавливает. Утренние рейсы – это вообще большой плюс, я считаю. Это очень быстро, и не надо стоять в пробках. В душных там также, даже если на автобусе нужно ехать. Машины – это тоже пробки своего рода. Рельсовый автобус идет без задержек. Путь от Исакогорки до ЖД вокзала занимает полчаса. Расписание разработал региональный Минтранс. Впрочем, графику движения есть пожелание. Расписание чуть-чуть подбить, сделать чуть-чуть потяще, хотя бы там примерно каждые полчаса было бы удобнее. Перевозчику на заметку пожелания пассажиров, а им самим – расписание движения рельсовых автобусов на ближайшие две недели. Не только из Исакогорки, но и из Северодвинска, Онеги и Абазерской. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Архангельска – arccity.ru. Алексей Карельский, Денис Личевский, Евгений Зыков. Регион 29. Мы – граждане России. Такая акция, организованная Союзом Молодежи, прошла накануне. Кому посчастливилось получить главный документ жизни в праздничный день, расскажет Михаил Меньшинин. Флаг герб и гимн – главные символы государства. Для его граждан главным символом является паспорт. Воспетую еще Маяковским в советские годы небольшую бордовую книжечку сегодня едва ли не везде берут с собой, боятся потерять. Ну а кому-то первый свой паспорт везет получить на торжественной церемонии в День России. В зал заседания областного правительства за основным документом гражданина пригласили 15 подростков. Всем им немного повезло, потому что дни рождения были недавно и, соответственно, время выдачи паспорта подошло как раз к 12 июня. Но это не единственный критерий, ведь все ребята достойны такого приема. Кто за успехи в учебе, кто-то за достижения в спорте или творчестве. Я немного волновалась, особенно когда мы опаздывали, что ли. Я боялась опоздать на это мероприятие. Я тут впервые, поэтому я очень рада, что побывала здесь. Я очень рада, что получила его. Теперь я гражданин Российской Федерации. Вместе с этим статусом у подростков появляются и новые права. Начиная от небольших, вроде возможности ездить на велосипеде по проезжей части, разумеется, не забывая о ПДД. До глобальных, например, право устраиваться на работу, о чем уже, кстати, мечтает ученик третьей гимназии Егор Доценко. Я бы хотела открыть вклад в банки и карточку. Хотелось бы уже устроиться работать, но сейчас мало, где можно в 14 лет начать работать. Паспорта школьникам выдавали первые лица области. Они же напомнили, что вместе с новыми правами пришли и обязанности. У нас в овальном зале давно не было столько ярких, добрых, светящихся молодых глаз. Искренняя гордость за нашу молодежь. Она у нас не такая особенная, наша поморская молодежь. И, знаете, чувство гордости и спокойствия за смену нашу. Еще одним поводом для гордости стало награждение Артема Попова, Ильи Бугрина и Матвея Власова дипломом «Горячее сердце». Летом прошлого года они втроем спасли утопающего подростка в санатории Беломорье. Нам в первую очередь было важно спасти человека. Мы о награде даже в тот момент не думали. Только потом, когда нам уже позвонили, сказали, что о нас узнали, нам было очень приятно, что где-то нас написали. Тот поступок подростков, пожалуй, лучший пример младшим. Каким должен быть настоящий гражданин России? Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Регион 29. От гор Кавказа до Урала. Коллективы из разных уголков России выступили на одной сцене в столице Поморья. Местные артисты тоже в стороне не стояли. Архангел-городцам выдалось возможность познакомиться с культурой сразу нескольких народов России. Песни на родных языках и традиционные танцы – все это в первом межрегиональном фестивале национальных культур «Гармоничная Россия». Но одной гармонию артисты решили не ограничиваться. Так, например, коллектив из Мариэл привез с собой национальный инструмент – волынку. Она единственная сохранившаяся в России, по-моему, архаичный инструмент. Каким он создался, создали, таким он и сохранился. Это говорили на Всемирном волыночном фестивале даже, что это самая архаичная волынка из всех волынок мира. В фестивале приняли участие также коллективы из Башкортостана, Республики Коми, Карелии, Нинского автономного округа, Вологодской области и Северной Осетии. Очень рады приехать к вам в гости, в город Архангельск. Здесь очень приятно, очень хорошо нас встретили. Артисты по морю тоже в стороне не стояли. Ансамбль «Северка» продемонстрировал мастерство русского танца и пляски. Здесь собраны различные народы, различные культуры. И все мы знаем, что Российская Федерация, многонациональный народ России – это истинный кладезь разных культур, как танцевальных, так и песенных, различного фольклора. Идея собрать множество коллективов из разных уголков России на одной сцене появилась год назад в Доме народного творчества, когда возможность собираться еще отсутствовала. Большую роль играет то, что сегодня в гости к нам приехали представители из разных регионов Российской Федерации, от Северного Кавказа до Урала. И приглашены одни из лучших коллективов, которые являются лауреатами многих всероссийских фестивалей. Наши коллеги предложили всей стране такую замечательную онлайн-акцию «Гармоничная Россия». И буквально отклик огромный получили на это предложение, и 35 регионов приняли в нем участие. Состоялся большой онлайн-концерт, и мы счастливы, что в этом году мы можем провести это мероприятие уже в зрительном зале. Фестиваль с гармонией музыки, изящных движений и этнического многообразия в Поморье планируется сделать традиционным. Аким Самедов, Ольга Красулина, Регион 29. И в продолжение этнической и праздничной тем. В деревне Япония Приморского района выходные выдались насыщенными. Представители разных национальностей, в том числе два жителя страны Восходящего Солнца, провели праздник в спортивных и кулинарных баталиях. Деревня с экзотическим для севера названием Япония находится в Приморском районе, недалеко от поселка Боброво. Рядом северный лес, в котором и развернули лагерь пять команд, чтобы отметить День России. А в их составе представители национальных объединений, иностранные студенты и местные жители. Простая жительница Боброво Наталья Фокина объединила вокруг себя стольких людей, которые уже и помогают в проведении мероприятия. Межнациональный туристический слет «Костер дружбы» в этом году проходит в десятый раз. Но японцы среди гостей деревни Япония впервые. Мальчишкам очень интересно, им нравится, и они готовят свой японский плов, который называется ош, если я правильно их поняла. Понять друг друга оказалось несложно, ведь язык спортивных состязаний универсальный. Задача участников в игровой части – научиться преодолевать препятствия в русском лесу. Вслед за командой из Индии бегут представители российских диаспор. Аккуратнее, неправильный вкус. Палочку берем в руки. Палочку в руки. Аккуратнее отбираемся. Но сближает не только командный дух, но и общая трапеза. Каждая команда приготовила блюда национальной кухни. Это мы готовили. Это будет хлеб, сахар. Это индийская традиционная еда. Как называется? Это называется гуляб дяму. Местные жители даже познакомили иностранцев с устройством русского самовара. Всегда был горячий. Пили по чашек много, очень много. Сидели с сахарочком, откусим понемножечку и на блюдечке еще. Ну и, конечно же, как без песни под северную уху. Краснодевец ставила кудерышки, да на реке ставила ведерышки. Всем известно, язык музыки интернациональный. Ну, с индусами, конечно же, джимми, джимми, джимми. Ача, ача, ача. А с японцами что-то из аниме. Так что можно с уверенностью сказать, что такого дня России не найти в туристических маршрутах. Очень важно, когда общественные организации используют самые разные инструменты и формы реализации такой сложной темы, как государственная национальная политика. Такие инициативы всегда будут в фокусе внимания Департамента внутренней политики и находить поддержку органов государственной власти. Кстати, в самой деревне Япония проживают представители 19 национальностей. Так что радушия и гостеприимства хватает на всех. Алексей Макеев, Денис Линчевский, Регион 29. Далее полминуты рекламы, после продолжим. Оформите подписку на газету «Правда Севера» и одно из двух изданий на выбор «Тысяча советов» или «Девчата». Отправьте копию абонемента до 7 июля 2021 года по адресу город Архангельск, Троицкий, 52, 13 этажа, с пометкой «На конкурс». Получите возможность выиграть один из 15 призов. С 12 до 16 скидка 20% на все меню, также скидка 20% при самовывозе. А ресторан «Генацвалия» – все краски Грузии. Чумбара, Волочинского, 24. Звоните 44-48-13. Сейчас продолжаем рассказ о темах вторника. В сезон «Белых ночей» некоторые жители города не смыкают глаз. Но спать им мешает не это природное явление, а шум соседней стройки. Об одном из таких безрадостных соседств узнал Аким Самедов. Архангельск постепенно заполняется новыми многоэтажками. И чем больше жители близлежащих домов видят стройку вокруг, тем чаще обращают внимание на непорядок. В центре внимания горожан на этот раз оказалась стройка на Первомайской улице, дом 18, корпус 1. Объект был огорожен с нарушением строительных норм. Перед тем, как начать стройку, забор и зоны опасные должны быть как-то ограждены. В итоге мы видим до сих пор, объект уже строится первый этаж, мы видим, что забор без защитных козырьков, рядом находится детская площадка, в непосредственной близости от детской площадки находится башенный кран. Башенный кран стал особенной частью этой истории. Жители утверждают, что он нарушает зональность и работает над детской площадкой и пешеходной дорожкой. Местные жители считают, что и установка крана происходила с нарушением закона тишины. От шума и вибраций в подъездах девятиэтажек загорался свет. Была перевозка крана. Перевозка крана – это негабаритный груз. Она производится только с разрешением ГИБДД. Разрешение ГИБДД выдается на перевозку этого крана с одного объекта на другой. И она производится только в ночное время. Жители также заметили, что рабочие нарушали технический регламент и находились на стройке без защитных касок и жилетов. А за пределами объекта разгружали материалы без специальных ограждений и тем самым мешали пешеходам. Я думаю, что директор компании «Прорабы» на стройках обязательно воспримут те замечания, которые есть. Примут максимальные меры к соблюдению индивидуальной техники безопасности. То есть это правила работы на высоте, правила работы с тяжелыми грузами и правила ношения средств индивидуальной защиты. Из всех неоднократных обращений и жалоб в контролирующие органы ответил жителям только стройнадзор, который назначил плановую проверку на 30 июня. Аким Самедов, Денис Линчевский, Регион 29. Три этапа и три места на пьедестале почета. В Архангельске прошли детские областные игры по пожарно-прикладному спорту. Каков результат и в чем главная задумка организаторов, Артемий Заварзин расскажет. Наблюдать на соревнованиях азартно, видеть тушение огня в реальной жизни хочется как можно реже. Потому и проводятся детские областные игры по пожарно-спасательному спорту, чтобы с юных лет сформировались самые базовые умения. 19 команд со всего региона – это 154 человека. Для них три этапа. Это 100-метровая полоса с препятствиями подъема по штурмовой лестнице в окно 2-3 этажа учебной башни. И красочно – это боевое развертывание. Вот пожарные цистерны с тушением условного пожара. Это четыре мишени для двух команд. Каждой мишени по 10 литров необходимо заполнить водой. Соревнования проводятся уже 10 лет. Задача – не сколько дать кубок сильнейшему, сколько научить ребят быстро принимать решения в экстренных ситуациях, работать в команде. Сотрудничество с Федерацией Архангельского регионального отделения по пожарно-спасательному спорту поможет проводить игры на площадке учебного центра «Орден». Данные соревнования являются ярким примером профессиональной ориентации ребят, приехавших со всей области и показывающих здесь все свои навыки, которыми они научились на протяжении года. В упорной борьбе финальный расклад таков – бронза у ребят из Новодвинска, вторые – катлашане, пальма первенства у коряжмы. Мы ехали либо первые, либо никак. Амбиции, но мы знали, что мы готовились. Подготовка к соревнованиям по областной госпрограмме «Молодежь Поморья». Теперь нужно сформировать сборную области, которая выступит на межрегиональных играх по пожарно-спасательному спорту в Череповце. Артемий Заварзин, Анна Резвая, Дмитрий Цевкунов, Регион 29. Каждую вторую субботу в России отмечают День мебельщика. Праздник не имеет официального статуса, но так или иначе каждый из нас имеет к нему отношение. Алексей Макеев продолжит тему. День мебельщика считают своим профессиональным праздником не только столеры, конструкторы, но и люди смежных профессий, дизайнеры, швеи и продавцы. Алексей Быков долгое время руководил производством Архангельской фабрики мягкой мебели. Сейчас подбирает для продажи мебель других брендов. И когда речь идет о повседневном уюте, постоянные покупатели по-прежнему обращаются к нему за профессиональным советом. Наш сегмент представлен как раз для квартир уже небольшого размера. И старые традиционно у нас в основном книжки, обычные еврокнижки, угловые диваны. В принципе популярностью пользуются малогабаритные диваны, это детские, и кресла. При этом важно, что каждая модель по качеству, прочности, длительности эксплуатации и дизайна имеет сходство с продукцией, уже знакомой архангельскому покупателю на протяжении 60 лет. Для покупателей, не знающих тонкостей производства, профессиональные рекомендации мебельщиков со стажем часто имеют решающее значение, ведь тяга к комфорту – обычное явление для современного человека. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Регион 29. Таким был этот день. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова